На уходящей неделе шквал сообщений в СМИ вызвало желание депутата Госдумы от Поморья Андрея Палкина объявить себя банкротом. Правда, арбитражный суд Архангельской области пока не принял его заявление. Комментируя свой шаг, парламентарий отметил, что не пытается уйти от уплаты налогов, а наоборот стремится к финансовому оздоровлению. До получения статуса депутата Государственной Думы Палкин вел серьезный строительный бизнес, а после выборов был вынужден все продать и заплатить налоги за реализацию имущества на сумму 62 миллиона рублей. Сделать это одномоментно он не смог. Чтобы не попасть на пене, штрафы и выплату сбора судебным приставом, я вынужден был подать на банкротство, сказал депутат. Суд должен принять решение о введении внешнего управления. После этого я имею право написать в налоговую заявление об отсрочке, реструктуризации платежа. В Новодвинске продолжается сбор средств на операцию для Елены Староверовой. У девочки с рождения отсутствуют слуховые проходы, поэтому мир она слушает через специальное устройство. Помочь могут в Америке. Сделать комплексную операцию по восстановлению слуховых каналов и ушных раковин. Семья Лены внесла депозит в американскую клинику и забронировала операцию на одно ухо. Но чтобы она состоялась, до сентября необходимо собрать еще 62 тысячи долларов. Благотворительные фонды отказывают семье в помощи, поскольку заболевание ребенка не смертельное. Поэтому надежда осталась только на сострадание простых людей, благотворительность предприятий и организаций. Мне в школе нравятся предметы русские, математика, чтение. И я получаю четверки и пятерки. Ребята в школе не верят, что у меня сами ушки загнулись. И говорят, чтобы позвонить маме и папе. В Северодвинске на уходящей неделе к уголовной ответственности привлекли перевозчика нелегала, не выполнившего решение суда. Пока это первый подобный опыт в Архангельской области. В мае прошлого года Мировой суд Северодвинска запретил перевозчику возить людей по городским маршрутам, прикрываясь табличкой с надписью «Служебный», поскольку у него отсутствовал договор с администрацией. Но недавний рейд выявил, что руководитель транспортной компании проигнорировал решение Фемиды. Его автобусы продолжали перевозить горожан. Приговором мирового судей судебного участка номер 9 Северодвинского судебного района от 9 февраля 2017 года Севиков признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 315 Уголовного кодекса Российской Федерации. Ему назначено наказание в виде 50 тысяч рублей штрафа. Также прокуратуру установлено, что один из водителей компании нелегала болен туберкулезом, а еще шестеро официально нетрудоустроены. Руководителю грозит еще один штраф до 10 тысяч рублей. А в Котласе городской суд обязал администрацию муниципального образования и предприятия Горводоканал обеспечить население питьевой водой надлежащего качества. Поводом послужила прокурорская проверка, в ходе которой было выявлено, что питьевая вода, подаваемая в централизованную сеть в ноябре 2016-го, не соответствовала требованиям СанПИНА. Расхождение было сразу по нескольким показателям – органолептическим, санитарно-химическим и по перманганатной окисляемости. В связи с этим орган местного управления был обязан в силу действующего законодательства проинформировать население о том, что подаваемая питьевая вода небезопасна для употребления. Однако такая обязанность орган местного управления не была выполнена. В связи с чем Нижерайонная прокуратура в адрес главы администрации вносилось представление с требованием об устранении указанных нарушений и информирование населения своевременно о случаях существенного ухудшения качества питьевой воды подаваемой населению. Один из основных доводов прокуратуры при подаче искового заявления в суд, что ненадлежащее исполнение полномочий по обеспечению населения Котласа качественной питьевой водой создает угрозу жизни и здоровью неопределенного круга лиц. Жители Лешконского района взяли на себя инициативу по организации и контролю за проведением капитальных ремонтов жилых домов. В результате с 2014-го приведено в порядок около 50 жилых строений. Об этом губернатору Игорю Орлову в ходе рабочей встречи рассказали главы муниципальных образований Лешиконья. А еще решена одна из давних проблем района. С середины 2016-го проезд по мосту через реку Мизень в райцентр для всех видов транспорта стал бесплатным. Деньги на это выделяет бюджет области. Мы увидели понимание важного для всего района. Это строительство дороги на Пылимский луг, Пылимская гора, потому что это три поселения остаются у нас отрезанными в течение летнего периода. То есть это очень важная проблема. Сегодня она самая острая в районе, так же, как и связь. Обеспечить устойчивую телефонную связь в трех больших селах Лешиконья, где сейчас есть проблема, Игорь Орлов поручил региональному министерству связи и информационных технологий.